Повысить материальное благополучие семьи сегодня в Ахинском районе смогли более 10 малоимущих семей, среди них Виктерёвы. А помогли им в этом социальные контракты. Заключила социальный контракт, купила теплицу, отстроили сарай, завели цыплят, заведём поросят. Этот новый вид государственной помощи существенно отличается от привычной единовременной адресной помощи. Начисляется по месту жительства малоимущим семьям или одиноко проживающим гражданам. Программа рассчитана на срок от трёх месяцев до одного года, в зависимости от содержания социальной адаптации, в которой составлено поэтапное исполнение мероприятий. Ежемесячная денежная выплата может быть использована только на мероприятия, предусмотренные социальным контрактом. Размер выплаты зависит от дохода и состава семьи. Месяц составляет от 5 до 20 тысяч рублей. В настоящий момент в Ахинском районе социальные контракты заключены с 11 гражданами. Основными направлениями социальных контрактов являются ведение личного подсобного хозяйства или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Например, расширение, либо открытие ателье или швейных мастерских, парикмахерских. Это огромная помощь, конечно, нашему производству, так как есть возможность более квалифицированно помогать людям, приобретать такое, можно сказать, дорогостоящее оборудование. Люди более охотно идут, когда качественно обслуживаешь. Ну и в ближайшем будущем планируем купить более качественное оборудование. Социальные контракты нацелены на то, чтобы помочь семьям самостоятельно решить свои проблемы и выйти из трудной жизненной ситуации. Причем не денежными вливаниями, а путем использования ресурса каждого члена семьи. Новая мера государственной социальной поддержки востребована. Ее польза очевидна. Было бы желание трудиться. Анализ результатов деятельности показал, что граждане повысили жизненный уровень, построили теплицы, помещения для содержания скота и птицы, приобрели домашний скот и птицу, косметические средства, профессиональные инструменты и материалы для осуществления предпринимательской деятельности. Тем, кто хочет повысить свой жизненный уровень, найти выход из трудной жизненной ситуации и реализовать различные мероприятия, направленные на улучшение материального благополучия, отделение социальной поддержки предлагает обращаться за консультацией в кабинет номер 7 или по телефону 5 06 32.